Всех приветствую! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он выбрал в своей специализации историческую живопись После окончания университета в 1859 году получил стипендию для обучения у Германа Аншутца в Академии изящных искусств в Мюнхене На следующий год получил дополнительную стипендию для обучения в Академии изящных искусств Вены Но всего через несколько дней после серьезной ссоры с Кристианом Руминым Матейко вернулся в Крак Открыл студию в своем семейном доме Прошли годы, прежде чем он добился и коммерческого успеха Бороса как пресловутый голодающий художник, который наконец и прославился, когда ему удалось продать полотно царя Шуйски за пять флорен Опубликовал иллюстрированный альбом одежды в Польше в 1860 году, отражающий его пристальный интерес к исторической летописи своей нации Его желание популяризировать ее среди поляков и попутно пробудить их патриотизм Во время Новорского восстания 1863 года, в котором он не принимал непосредственно участия из-за плохого состояния здоровья Поддержал его финансово, пожертвовав большую часть своих сбережений на это дело И лично перевозил оружие в лагерь повстанцев В 1879 году Краковская академия изящных искусств была названа его честь И он много лет занимал пост профессора После 1865 года международное признание Матейко возросло В 1867 году его картина «Рейтен» была награждена золотой медалью на Всемирной выставке в Париже И приобретена австрийским императором Францем Иосифом I за 50 тысяч франц Получил большую золотую медаль в Париже А городской совет Кракова вручил ему центральный скипетр, как символ его королевского статуса в изобразительном искусстве Страдал от язвенной болезни и умер в Кракове 1 ноября от внутреннего кровотечения Его похороны 5 ноября собрали большое количество людей А его смерть была посвящена по меньшей мере в 32 европейских газет Похоронен на Раковинском кладбище Кракова Считается одним из самых значительных польских художников И многими считается величайшим художником в истории Польши Или культовой фигуры для нации в целом Преуспел в пропаганде польской истории И в укреплении памяти о бывшем историческом государстве, потерянном для мира Его работы, распространенные в виде тысячи репродукций Стали стандартными иллюстрациями многих ключевых событий польской истории Ну вот так вкратце о Алик Ян Матейк, польском художнике, ведущем художнике 19 века Данные из Википедии Пока-пока, до свидания